Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Страдает от храпа не так храпун, как те, кто живет с ним Я не высыпаюсь, я ночью храп с остановкой дыхания, не дышу Одно время со мной дочка спала, она меня будила все время Стоим слышал неоднократно Мы с ним ездили отдыхать, так он со мной в одной комнате не мог вообще находиться От этого постоянный недосып Возрастает вероятность инсульта или инфаркта во сне Сомнолог показывает пример апноэ Это остановка дыхания во время сна Главное правило здорового сна Ложитесь спать не позже 22.00 После 19.00 исключайте тяжелые физические нагрузки и сильные эмоции Ужинайте за 3 часа до сна Спите не меньше 8 часов Все начиналось с безобидного храпа Суточные дежурства, ночная работа, недосып, отсутствие культуры сна Но для этого, скажете вы, нужно не ходить на работу А вовсе нет, вы все успеете и нет ценой здоровья А еще хорошо бы поспать часок в середине рабочего дня КПД работы во второй половине дня оказалось после обеда, после сна на 50-70% выше Простудных заболеваний меньше, сунтов инфарктов меньше, меньше аварийности, меньше травматизма Человек выспался и он более внимательный, более сосредоточенный На часах 9 вечера меня готовят ко сну Это у нас датчик подвижность ног на мониторе Есть такой синдром беспокойных ног А этот датчик покажет, как ночью живет мое сердце Все приборы подключают к системе Сомнолаб А она уже соберет результаты воедино Вот здесь, держите Я как будто собираюсь в космос И еще один датчик потока воздуха Славки, спасибо Признаюсь, я так ждала результата, что смогла уснуть только в полтретьего ночи И еще через час, в полчетвертого, успокоился мой мозг Ну что, вот и утро Спала я сегодня в 8 часов Мне было комфортно и удобно Датчики с меня уже сняли Они мне, правда, ни капли не мешали Остается самое интересное Узнать результаты Вместе с сомнологом смотрим видеозапись В поднятой колени Момент напряжения Мозг контролирует вас Диагноз Нарушена культура сна И рекомендация Научитесь отключаться Не несите работу в сон Все вопросы он сам решит Но надо научиться отключаться Время узнать результаты Алены Доброе утро Доброе утро Прошу Момент истины Степень опной тяжелая 100 пауз в час 30 Это уже тяжелая А у вас 100 пауз в час Мозг не спит Поверхностный сон Вы забыли, что такое сон Достаточно Поняли? Страшно Но все можно исправить Правильно спать можно И нужно научиться Как это будет делать Алена Мы обязательно покажем В одном из следующих эфиров Рубрики Жить здорово Мария Петрик Александр Голуб Сегодня Канал Украина Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова